дорогие друзья привет всем из студии саша золотухина в измайлова спасибо саша за то что приютил меня бомжа так сейчас будем записывать записывать задачу от сергея мажорцева у нас летом были всякие конкурсы которые значит я уже даже не помню что мы там разыгрывали но я помню что там вот победители они должны были предложить свои задачи и разобрать их на канал но вот сергей он из оренбурга и попросил меня самого разобрать его задачу вот ну и пригласил всех к нему на страничку вконтакте короче в общем всячески его разрекламирую как победителя одного из наших конкурсов сергей мажорцев город оренбург а задача такая но я не сергей я позволю себе чуть-чуть ее по-другому переформулировать а именно так там было доказать что некоторые уравнения имеет корнями некоторые конкретных четыре числа ну это как бы так вроде как что доказывать когда ты уже уже все знаешь да ты если ты уже знаешь что и и сиди там доказывай подбирай от от знания исходя поэтому конечно прикольнее просто написать четыре числа и спросить а какого уравнения они корня да вот тем более окажется что эти четыре числа алгебраические причем целые алгебраические да вот а про это у нас даже ролик уже был постигаем математику с саватеевым ну вот соответственно я сразу говорю что это за число смотрите что это за число вот у меня окружность и вот у меня я делю ее на 16 короче чистей но мне нужны будут только четыре из них вот эти вот углы мне нужны их тангенсы вот понятно да то есть тангенс вот этого тангенс вот этого тангенс вот этого и тангенс вот этого и иными словами нужно связать одним уравнением до написать уравнения корнями которого служит тангенс пи значит получается на 4 или на 8 это на 8 на 8 конечно тангенс пи на 4 это единица дальше тангенс 3пи на 8 ну а также антиподы к ним то есть тангенс и минус пи на 8 и минус 3пи на 8 вот составить уравнение уравнение с этими корнями вот ну и сейчас мы будем с ней с этой задачей разбираться можете поставить на стоп и сами подумать какие тут соотношения важные поехали и так прежде всего я должен заметить что произведение вот таких двух тангенсов равно единице но потому что 3пи на 8 это 4пи на 8 минус пи на 8 да ну по правилам этого самого по правилам обычной тригонометрии да вот этот угол вот этот угол да и этот угол дополняет друг другу до 90 градусов вот поэтому эти тангенсы взаимообратны вот ну и соответственно это с одной стороны с одной стороны так а с другой стороны тангенс 3пи на 8 можно записать как тангенс суммы 2пи на 8 то бишь пи на 4 плюс просто пи на 8 а а это будет соответственно тангенс и плюс бета это чего там типа тангенс альфов плюс тангенс и фи это 9 на 1 минус тангенс альфа тангенс бета поэтому это тангенс пи на 4 и пи на 8 плюс тангенс Пи на 4, который равен единице, внимание, делить на 1 минус 1 умножить на тангенс, да, Пи на 8. Вот. Итого, что мы, соответственно, имеем? Имеем вот этот вот, пусть у нас, если гамма, это вот тот самый тангенс Пи на 8, который мы хотим включить в какое-то уравнение, ну и заодно все остальные потом включим. То что тогда? То, смотрите, значит, 1 разделить на гамма, да, это тангенс 3 Пи на 8 из-за вот этого уравнения. А с другой стороны, оно равно 1 плюс гамма делить на 1 минус гамма из-за вот этого. Итого, получается, на самом деле, уже уравнение некоторое. 1 минус гамма равно гамма плюс гамма квадрат. Поэтому гамма квадрат плюс 2 гамма минус 1 равно 0. Это уравнение на тангенс Пи на 8. Вот. Прекрасно. И вопрос такой, вопрос такой. Какой у этого уравнения еще один корень? Вот у нас уравнение, да? Вот один из корней это, значит, тангенс Пи на 8. А какой второй корень? Ну, подумайте чуть-чуть сами, да? Подумайте чуть-чуть сами. На самом деле, вторым корнем будет этот. Будет как раз, значит, тангенс... Так, второй корень будет отрицательный, правильно? Вот. А, ну, собственно, видите, тут минус единица, да? Произведение корней этого уравнения. То есть, если тангенс Пи на 8 это один корень, то минус 1 делить на тангенс Пи на 8 это второй. И минус 1 делить на тангенс Пи на 8 это тангенс минус 3 Пи на 8. То есть, я связал вот этот и вот этот тангенсы одним уравнением. И теперь вопрос, как связать два других тангенса? Вот такой и вот такой. Можно, конечно, проделать всю эту работу самостоятельно еще раз, но на самом деле можно заметить, что 1 разделить на гамма будет корнем какого уравнения? Вот если мы поделим на гамма квадрат, получим 1 плюс 2, значит, делить на гамма, минус 1 на гамма в квадрате равно нулю. То есть, значит, 1 делить на гамма будет корнем уравнения х квадрат минус 2х минус 1 равно нулю. То есть, вот здесь как бы х квадрат плюс 2х минус 1 равно нулю. А х квадрат плюс 2х минус 1 равно нулю. Дает корнями тангенс вот этот и тангенс вот этот. А если я подставлю, поделю на гамма квадрат, получится что 1 9 на гамма то есть вот этот а вместе с ним и вот этот вот корнями вот этого уравнения то есть у меня на самом деле уже видно что есть две пары уравнений для зеленого это x квадрат минус 2 x минус 1 равно нулю а для для красного 2 красных это x квадрат плюс 2 x минус 1 равно нулю ну а чтобы мне построить уравнение которым все четыре будут корнями я натурально должен их перемножить что я сейчас и сделаю x квадрат минус 2 x минус 1 умножить на x квадрат плюс 2 x минус 1 равно нулю но в таком виде не интересно но это раз из квадратов поэтому это смотри что такое это из квадрат минус 1 который они вначале минус 2 x а потом она же плюс 2 x это равно нулю и того значит ответ такой сейчас мы его получим x квадрат минус 1 в квадрате минус 2 x тоже квадрате равно нулю но это x 4 минус 2 x квадрат минус еще 4 x квадрат минус 6 x квадрат и плюс 1 вот оно уравнение которому и удовлетворяют все четыре тангенса такие красивые тангенсы этот 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 и этот тем самым на самом деле получается что все они целые алгебраические числа напоминаю определение целого алгебраические числа это такое число которое является корнем многочлена с целыми коэффициентами и старшим коэффициентом равным единицы но она разложим а то есть они распадаются на два целых вот вот это вот уже не разложимая на целыми числами уравнения и над рациональными тоже и это тоже не разложим а вот и соответственно вот эти два друг другу сопряжены и эти два друг друга сопряжены но все четверо вот этом сергей спасибо большое за упражнение по алгебре всем пока маткульт привет